55 лет назад на этих улицах шумел праздник. Вошел в эксплуатацию Дом культуры. Двухэтажный, просторный, с колоннами, лепниной. Его стены помнят множество пышных торжеств. Но 12 лет назад начал рушиться потолок. Зал, сцену пришлось закрыть. Средств на ремонт за 12 лет не нашлось. Но творческие коллективы продолжали работать. Юбилей Дома культуры отмечали у добрых соседей в реабилитационном центре. Сегодня в Доме культуры работает 15 кружков, клубов, объединений. Их посещают и мам, и старх. Поселок санатория имени Герцена расположен на окраине района. Других мест для отдыха, любимых занятий здесь просто нет. Потому артистов из народа, как Надежда Петровна Травкина, здесь знают по именам и кланяются им. Особым уважением пользуется руководитель детских хореографических коллективов Татьяна Николаевна Монастырская. 15 лет она работает в Доме культуры. Ее воспитанники не раз занимали призовые места на конкурсах и фестивалях. Поздравить коллег по цеху приехала руководство района. И не с пустыми руками. Я с удовольствием хотел бы первое вручить благодарственное письмо Фоминой Лидии Леонидовны за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Московской области и в связи с юбилеем от председателя Московской областной думы Оксакова. АПЛОДИСМЕНТЫ Министр культуры и правительства Московской области Гарина Константиновна Радникова с большими сердечными пожеланиями и в честь 55-летия образования данного коллектива вот такую почетную проработу я бы с удовольствием вручал руководителя. АПЛОДИСМЕНТЫ Альбина Николаевна Плотникова вышла с благодарственным письмом от ВГИКа. Оказывается, в 2009 году здесь снимался художественный фильм «Лицо Гастелло». Студийцы во главе с директором Дома культуры Лидией Леонидовной Фоминой принимали участие в съемках и получили высокую оценку от кинорежиссера. А потом на сцене появился в роскошных, шитых золотом костюмах прославленный хор русской песни. Не раз он становился победителем районных фестивалей за мелодичность, душевность исполнения. Поздравляя хористок с юбилеем, заведующая библиотекой Татьяна Борисовна Дюльдина назвала имена старейших участниц, подарила им коллажи из фотографий разных лет. Ее слова растрогали до слез бывшего киномеханика Валентину Серафимовну Французову. Праздник продолжался до позднего вечера. К сожалению, на чужой территории. Галина Поликарпова, Александр Мельханов, телекомпания «Одинцова».